Опасность номер один. Жажда романтики этот пункт посвящен владельцам кошек, им известно все про мартовские песни. Если ваш питомец не стерилизован, будьте готовы к круглосуточным операм. Главная опасность кроется в открытых дверях и окнах. Даже если ваш кот самый что ни на есть послушный, он может поддаться инстинктам и в любой момент улизнуть из квартиры. К сожалению таких историй много и конец у них часто печальный. Что делать? Внимательно следите, чтобы питомец не выбежал из дома, когда вы закрываете или открываете двери. Обязательно поставьте надежную защиту на окна. У питомца не должно быть ни единого шанса совершить побег из окна или с балкона. Опасность номер два. Клещи и блохи. Если блохи активны круглый год, то клещи просыпаются от зимней спячки в марте. Поверьте, после зимней голодовки они не упустят шанса подкрепиться. Для встречи с ними не обязательно ходить в лес. Клещи живут в траве и подхватить паразита ваша кошка или собака может на обычной прогулке. Что делать? Обработать питомца противопаразитарным средством. Строго по инструкции. Опасность номер три. Аллергии и аллергиков много не только среди нас, но и среди наших питомцев. Весна – контрастное время. То тает снег, то снова ударяют заморозки, а вот уже распускаются первые цветы. Питомцы реагируют на перемены по-разному. Одни – исключительно позитивно, а у других возникает аллергическая реакция на реагенты, пыль или цветение растений. Что делать? Если вы заметили у питомца признаки аллергии, обратитесь к ветеринарному специалисту. Он поставит диагноз и назначит лечение. Опасность номер четыре. Отравление и порезы под снегом могут таиться неприятные сюрпризы, стекла, мусор, различные отходы. Питомец может наступить на что-нибудь острое или что-то съесть, в худшем случае приманку докхантеров или отравленную мышь, а это очень опасно. Что делать? Внимательно следить за питомцем. По возможности очистите территорию для прогулок от мусора. Не позволяйте собаке или кошке подбирать с земли еду, мусор и тому подобное. При малейшем подозрении на отравление немедленно обратиться к ветеринарному специалисту. Опасность номер пять. Тепловой удар ура, мы, наконец, дождались солнца и можем гулять хоть целый день. Свежий воздух – это прекрасно, но не забывайте о правилах безопасности. С непривычки с солнечными ваннами можно переусердствовать и получить тепловой удар. Что делать? Следите за состоянием питомца. Не находитесь долгое время под прямыми солнечными лучами. Не гоняйте собаку, если видите, что ей жарко или она устала. Заметив признаки теплового удара, тяжелое дыхание, вялость, покраснение слизистых и ПР. Отнесите питомца в прохладное место и дайте ему воды. Обратитесь к ветеринарному специалисту. Надеемся, наши рекомендации помогут вам уберечь питомцев от опасностей. Солнечной, позитивной и безопасной весны?